Сегодня в эфире телекомпании Принцип мы продолжаем знакомить вас с участниками реалити-шоу своими руками. Напоминаю, пять призеров конкурса сочинения престижа рабочей специальности самостоятельно постигнут азы выбранных профессий. На прошлой неделе мы провели четыре урока с десятиклассницей Екатерины Мелехиной. Катя побывала в труболектор-сварочном цехе номер два и научилась в профессии сортировщик-сдатчик металла. Сегодня у нас новая участница Софья Трапезникова из четвертой школы. Она уже спешит на предприятие технология. В конце недели Соня будет мастерски выпекать хлеб. Как прошло ее знакомство с коллективом, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Здравствуй, Соня, мы тебя уже ждем. Нужно сейчас заполнить анкету для кандидата на вакантную должность. Хорошо, спасибо большое. Сейчас пока мне все понятно. Вот семейным положением нет, чтобы написать не замуж. К судебной ответственности не привлекалась. Была достаточно интересная анкета, в которой предлагались разные вопросы, на которые было приятно отвечать. Потому что ты знаешь, что ты хочешь на них ответить. Были вопросы, которые меня никак не касаются, но все-таки на них можно было ответить. Здравствуйте, Андрей Вячеславович. Вот моя анкета и санитарная книжка. Здравствуй, Соня. Присаживайся. Сейчас мы с тобой побеседуем. Ты уже работала на предприятии? Была. На Северском трудном заводе. Что там делала, чем занималась? Работала в детском лагере, помощником, воспитателем. А тебе интересна эта была профессия? Вот почему? Чтобы заработать небольшие деньги? Или тебе именно... Чтобы получить опыт общения с детьми? А к нам на предприятие ты пришла, чтобы какую специальность освоить? Хлебопекарь. Расскажите, пожалуйста, как давно существует Ваше предприятие? Соня, наше предприятие существует очень давно. Хлебом мы занимаемся уже более 15 лет. Специальность пекаря, она очень сложная. Почему? Потому что сам процесс производства хлеба, он состоит из нескольких стадий. Это Николай Алексеевич, мой заместитель. Он инженер по производству. Я сейчас анкетку ему передам. И Николай Алексеевич тебе прочитает технику безопасности перед тем, как ты пойдешь в цех. Понятно? Хорошо. Мои обязанности входят в обслуживание оборудования, контроль за его работой, но также охрана труда, техника безопасности. О чем мы с тобой сейчас и поговорим. Тебе нужно будет надеть спецодежду, так как без спецодежды находиться в помещении, где производится продукция запрещена. И обратить особое внимание на факторы, которые могут повлиять на попадание посторонних предметов в продукцию нашего предприятия. Это одна из основных инструкций, которые действуют на нашем предприятии. Никаких развивающихся волос, колечек, серег и ничего лишнего в руках не должно быть. Потому что человек на нашем предприятии, он как бы несет ответственность за качество нашей продукции. Я на предприятии всего полчаса, уже так много всего интересного узнала. А когда мы пойдем на производство? Сейчас, Соня, у нас сегодня с тобой будет ознакомительная экскурсия. Для этого нужно одеть спецодежду. Она не совсем такая, в какой ты будешь потом работать. В такой спецодежде к нам приходят на предприятие ученики школы на экскурсию. Как красная шапочка, только в белой. У нас все такие красивые охоты. Пойду за пирожками. За пирожками. Уже немножко стала походить на пекарь. Я готова. Пойдем. А куда мы идем? Мы идем. У нас на предприятии три цеха. Сегодня мы с тобой пойдем посетим хлебопекарный, цех по производству хлеба и хлебопулочных. Хорошо. Это был телепроект «Своими руками», где школьники Полевского ищут свою профессию. Завтра в это же время смотрите нас вновь. И мы расскажем о том, как Софья Трапезникова продолжила знакомство с предприятием технология. Побывала на производстве и начала готовиться к своему первому уроку. Увидимся завтра в это же время. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!